Здравствуйте, уважаемые друзья! Вечер за бортом плюс 17 градусов И такой маленький короткий вопрос В свете, собственно, будущих выборов, наверное, и вообще Такой жизненный глобальный вопрос Автор вопроса, молодой человек, 19 лет Он меня спрашивает Вот если мы говорим про перспективу ближайших 5-10 лет То насколько вероятность того, что правительство Канады не скажет стоп И не закроет иммиграционные программы То есть есть ли шансы, что в перспективе 5-10 лет, нормально подготовившись Человек сможет иммигрировать в Канаду Отвечаю коротко Шансы на самом деле огромные И причина очень простая В Канаде есть проблема старения населения В Канаде есть проблема огромных незаселенных территорий Как вы знаете, Канада является второй по величине после России По количеству территорий И, соответственно, Канада имеет всего лишь 35-36 миллионов человек населения То есть это вообще для такой страны, по такой территории ни о чем Да, можно говорить о том, что там большое количество территорий в Канаде Это не совсем удобные и комфортные для человечества земли Но, тем не менее, существуют помимо этих северных регионов Еще более-менее комфортные регионы Которые прилегают к, собственно, границ США Поэтому никаких сомнений в том, что иммиграционные программы будут существовать в Канаде А в ближайшие 5-10 лет, если не случится какого-нибудь форс-мажора Я не знаю, там какие-то глобальные войны Кто-то нажмет кнопку и все, в конце концов, убухнется Или, я даже не знаю, что еще может произойти К власти придут какие-то маньяки, которые скажут, что, я не знаю Все, мы закрываемся, мы уходим в изоляцию Мы ни с кем не дружим Знаете, как Япония в каком? В 16-м? Нет, в 17-м веке Сказала, что все, мы уходим в изоляцию Мы ни с кем не дружим Если какой-нибудь иностранец попытается вступить на священную землю Ямато То мы, собственно, делаем этому человеку сегирбашка То же самое, если какой-нибудь японец захочет укрыть этого самого Гайджина Или Гайджина Не сдав его или не убив его на месте То этого японца тоже, собственно, ожидают та же самая грустная очередь Его тоже убьют Ну, я уверен, что Канада это не Япония раннего нового времени Канада это нормальная демократическая страна И, соответственно, ничего такого в Канаде быть не может по определению Еще раз, кроме форс-мажора Типа какой-нибудь глобальной катастрофы Когда вообще иммиграция по большому счету потерять бы смысл и значение В общем, такие мои мысли Готовьтесь, учите язык, учите профессию Получайте опыт И милости просим Мы вас ждем Всем откланиваюсь Всем отличных выходных И счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok